Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я буду делать дробную перегонку спирта-сырца на нашем самогонном аппарате. По количеству. У меня 24 литра спирта-сырца, ну или самогона после первой перегонки. Сейчас мы измерим спиртуозность и посчитаем, насколько нам нужно разбавить наш спирт-сырец для дальнейшей перегонки. Спиртуозность нашего спирта-сырца 48 градусов. От этого числа мы будем отталкиваться в наших расчетах. Но перед тем, как осуществлять дробную перегонку, нам нужно спирт-сырец разбавить до спиртуозности 20-30 градусов, чем мы сейчас и займемся. В моем случае спирт-сырец я разбавляю до спиртуозности 25 градусов. Для того, чтобы высчитать нужные пропорции, воспользуемся алкокалькулятором. То есть, есть такое приложение, которое я вам рекомендую скачать, называется алкокалькулятор. Имеем объем продукта, я пишу, 24 литра. Начальная крепость у нас 48 градусов. И необходимая крепость это 25 градусов. Рассчитать. Нам нужно добавить 22 литра воды, чтобы в итоге получить 46 литров спирта-сырца, разбавленные до крепости 25 градусов. Чем мы сейчас и займемся. Итак, проследуем на кухню. Перегонку мы будем осуществлять на самогонном аппарате дистилляционного типа. Вот в эту горловину мы будем заливать наш спирт-сырец и воду. Перегонку будем осуществлять на обычном газу на двух комфорках. Заливаем воду наш аппарат. После того, как мы залили в спирт-сырец самогонный аппарат и разбавили его там, можно одевать верхнюю часть самогонного аппарата и включать газ. Включаем газовую плиту. После того, как мы включили газ, стоит подождать полтора-два часа перед тем, как пойдут первые капли. Мы возьмем баночку и поставим в нее наш шланчик. Потому что первым делом будут у нас отделяться головы, о которых речь пойдет дальше. Ну а пока идет нагревание нашего самогонного аппарата, я вам расскажу, как правильно производить дробную перегонку. Само название дробная перегонка подразумевает, что мы наш самогон дробим на головы, тело и хвосты. Это общепринятые понятия у самогонщиков. Расскажу более подробнее. То есть в процессе дистилляции весь выделившийся самогон можно ориентировочно разделить на три фракции, на три составляющие. То есть это верхние спирты, средние спирты и конечные тяжелые спирты. Они несколько различаются по своему химическому составу. Этот момент я вам расскажу более подробно. То есть в начале, как только начинает дистиллироваться самогон при дробной перегонке, у нас начинают выделяться самые легкие спирты. Причем это не этиловый спирт, это ацетон. И пить его не рекомендуется. Хотя ранее я знаю, что многие любили выпить первокам. Но поверьте, он ядовит и он не только опьянит, но еще и отравит ваш организм. Головы пить ни в коем случае нельзя. Поэтому мы их будем отсекать. После голов у нас идет тело самогона. Это как раз таки пригодная к использованию нужная фракция. Нужный спирт. Это этиловый спирт. Ну и после тела самогона идут хвосты. Это так называемые тяжелые спирты. В них много примесей сивушных масел, тяжелых спиртов. Они тоже вредны для организма, поэтому мы их будем тоже отсекать. Ну, чтобы в дальнейшем их можно было вторично перегнать. Как же нам рассчитать нужные пропорции голов, тела и хвостов самогона? Достаем наш смартфон. Открываем все так же алтокалькулятор. Сейчас картинку я вам выведу вот здесь вот. И рассчитываем. У нас получилось 46 литров спирта сердца крепостью 25 градусов. Крепость на выходе. На выходе это значит тело самогона, какое мы хотим получить по крепости. Мы поставим 68 градусов. 68 градусов это то, каким получается у меня лично самогон после второй перегонки. И получаем, что голов мы должны отобрать 1 литр 150 миллилитров. И тут маленький лайфхак. Как делаю я. После того, как я отбираю головы самогона, я еще отбираю так называемые шеи. Это переходные фракции от голов к телу. Возможно, там присутствуют небольшие примеси голов. И чтобы они не попали в мой самогон, который я хочу, чтобы вышел очень чистым, я отбираю еще половины от объема голов. То есть еще где-то пол-литра можно отобрать шеи. В дальнейшем их, конечно, можно перегнать, но в наш самогон они не попадут. Итого, вначале я отберу 1 литр 150 миллилитров голов, а потом еще пол-литра шеи. И после этого у меня потечет чистый самогон, который я определю в тело. Итак, вы спросите, как же определить, когда начнут выделяться хвосты? Разные самогонщики по-разному определяют градусность, при которой начинают отделяться хвосты. В основном рассчитывают, что это 40 градусов. Когда у вас течет в струе самогон крепостью 40 градусов и ниже, то это стоит уже определять хвосты. В моем же случае хвосты уходят в самогон от 55 и ниже градусов. Я это делаю для того, чтобы получить максимально чистое тело самогона. Несмотря на то, что отходов у меня получается много. Но хвосты мы не потеряем, мы их не выкидываем. Их можно перегнать заново или добавить в брагу при следующей перегонке. Я борю за чистоту продукта. Ждем, когда наш перегонный куб разогреется, когда пойдут первые капли. И там я вам расскажу о температурном режиме, при котором нужно отбирать голову. Это очень важно, чтобы самогон получился максимально чистым. Итак, дорогие друзья, пошли первые капли. Смотрите, уже струйка разогналась, интенсивность у нас очень большая. Пошел характерный неприятный запах, потому что выделяется ацетон. И нам нужно струйку сделать поменьше. Отбирать головы мы будем покапельно. То есть для этого мы выкручиваем газ на минимум, для того, чтобы была не струйка, а буквально 2-3 капли в секунду. Итак, делаем газ на минимум. Так, и вторую. Обратите внимание, конфорки еле горят. Посмотрим сейчас, что у нас происходит. Ага, вот струйка по инерции еще пока сильная. Но постепенно она сейчас у нас будет все тише и тише. Так, стоит сделать еще потише. На нашем аппарате и при нашей мощности все-таки будет течь тоненькой прерывистой струйкой. На вашем аппарате, если литраж все-таки поменьше, у вас должно где-то быть 2-3 капли в секунду капать. Просто поймите, чем меньше вы поставите мощность вашего нагревательного элемента, будь то индукционная плитка, газовая плита, тем качественней будет отбор голов. Все, ждем, пока наберется литр 150 мл голов. После чего мы начнем отбирать шею. Итак, дорогие друзья, отбор голов подходит у нас к концу. Мы отобрали литр 150 мл. Смотрите, струйка очень сильно разогналась, хотя поставлен на самый минимум. Сейчас мы поменяем баночки и отберем еще пол-литра так называемых шей, чтобы впоследствии их перегнать. А после шей уже начнем отбирать тело нашего самогона. Все, мы поменяли баночки. Ждем, когда наберется пол-литра, и начнем отбор нашего тела. Итак, уважаемые зрители, смотрите, мы отобрали еще пол-литра шей, так называемых. И можно сейчас менять баночку и включать на всю газ. Итак, дорогие друзья, смотрите, какая большая баночка. У меня 21 литр в ней. Смотрите, как капает самогон. Сейчас мы прибавим газ, включим его на полную мощность, и вы увидите, какой струйкой он будет течь в нашу стеклянную емкость. Прибавляем на все. Смотрите, смотрите, уже струйка какая. Смотрите, дорогие друзья, какой уверенной струйкой течет чистейший самогон. Дорогие друзья, отбираем тело нашего самогона, ориентировочно 12 литров, потому что мы вычли пол-литра шей из нашего тела. И как только мы его отберем, поменяем баночку и начнем отбирать хвостовые фракции. Также я заметил, что когда в горловине температура поднимается до 89,5 градусов, после этого начинают в струе течь хвостовые фракции. И самогон получается ориентировочно 68-69 градусов, как мы и рассчитывали. К этому моменту наберется как раз таки 12 литров чистейшего тела самогона. Итак, уважаемые друзья, прошло несколько часов, температура в горловине поднялась до 89, вот до 90 градусов. Я уже поменял баночки, то есть сейчас я отбираю не в большую баночку, а в трехлитровую. Туда я отбираю уже хвосты. За это время набралось ориентировочно 12 литров, как мы и считали спиртуозностью 68 градусов. 55 градусов было в момент, когда мы перестали отбирать тело самогона. Дальше мы продолжаем отбирать до температуры в горловине, ориентировочно 95 градусов. Должно накапать по моим подсчетам где-то две трехлитровые банки хвостов. Дорогие зрители, еще раз повторюсь, что спиртуозность 55 градусов это условная спиртуозность, при которой я прекращаю отбор своего тела. Обычно самогонщики несколько позже прекращают отбор тела, начиная с 40 градусов, они отправляют все остальное в хвосты. Но для того, чтобы самогон получился более чистый, я прекращаю немножко раньше. Я в основном все-таки ориентируюсь по температуре в горловине. Вы же можете приобрести попугай, посмотрите в интернете, что это такое, чтобы онлайн, как говорится, контролировать спиртуозность в струе, чтобы знать, когда прекращать отбирать тело самогона. Сейчас остается еще немного времени. Я догоню наш спирт-сырец, выгоню из него все хвосты, отберу хвосты, и прекращу вторую перегонку. Дорогие друзья, не забывайте регулярно сливать жидкость сухопарника. Сухопарник помогает дополнительно очистить ваш самогон. Здесь собираются более тяжелые спирты, и эту емкость нужно регулярно опустошать. Уважаемые зрители, обратите внимание, что сейчас у нас в горловине температура 94,6 градуса. Это означает, что пора выключать газ и завершать дробную перегонку. Выключим воду. И посмотрим, какое количество хвостов у нас собралось. Ориентировочно 5 литров хвостов мы собрали. Хвосты у нас очень хорошие, с большой спиртуозностью. Их можно использовать как для добавления в брагу при перегонке, так и для дальнейшей перегонки. У меня на столе все продукты моей дробной перегонки. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. В пластиковой бутылке у меня головы, где-то литр с небольшим. Это у меня хвосты, то есть одна полная банка, другая неполная банка. Ориентировочно здесь литров 5. И 11 литров, ну так, примерно 11 литров, чистейшего самогона, крепостью 68 градусов. Сейчас я его буду разбавлять и делать из него настойку. Теперь вы знаете, как правильно делать дробную перегонку. Если вам это видео было полезно, поставьте лайк, а лучше подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин